Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «На виду» и сегодня я предлагаю вам пройтись по кабинетам ЗАГСа. Не знаю, как вы, но я точно никогда не была в кабинете его начальника. Здравствуйте! Талия Николаевна, у вас там какие-то печати на кабинетах? Это так всегда у вас? Вы опечатываете кабинеты? Обязательно. У нас очень ценная информация, поэтому наши кабинеты, в которых располагаются носители информации, они всегда опечатываются на время отсутствия специалистов. А еще у вас сегодня ЗАГС закрыт? Ну, скажем так, у нас сегодня среда, прием граждан у нас был с 8 до 13.00, с 14.00 мы работаем, внутренней своей работой занимаемся, с документами, с архивом, поэтому это специальное время выделено для обработки документов. Ну, основные документы, понятно, что хранятся у нас в архивах, которыми мы работаем, это записи актов гражданского состояния, которые были составлены в прежние годы. Ну, и вот здесь мы принимаем граждан-посетителей наших в часы приема. Талия Николаевна, а есть ли на этом кабинете вещи дорогие вашему сердцу? Ну, я думаю, как вообще у любого человека, а, наверное, в том числе у женщин, да, есть какие-то, но мы постараемся их на показ, конечно, не выставлять. То есть они где-то у нас в уютных местах есть, когда, может быть, какие-то минуты, когда надо подпитаться положительной энергией, ее можно достать, привести свое душевное состояние в равновесие и продолжить дальше рабочий день. Чем вы себя в равновесии приводите? Поделитесь с ним. Ну, наверное, как и многие служащие, которые постоянно находятся в рабочем кабинете, свои там 8, а то иногда и более рабочих часов, то, конечно, иногда у нас бывает буквально там 3-5-минутный перерыв, то чашечка кофе, она действительно тонизирует. Я люблю отвлечься буквально на несколько секунд, выпить чашечку кофе и дальше продолжить свой рабочий день. Расскажите, вот у вас висит композиция с фотографией мамбука, что это? Откуда это? Это друзья, это друзья, коллеги, бывшие не забывают все равно, то есть жизнь, она у нас разнообразна. У меня было несколько рабочих мест, это вот с прежнего места работы, иногда бывают, забегают, они, есть у них такая там хобби, в поездках из разных, мне приводят небольшие сувениры. Ну, вот я думаю, сочла, что оно достаточно уместно в цветовую гамму, ну, вот здесь ее разместила. А это произведение? А это наша любимая детская ярмарка, то есть в очередной раз, когда я ее посетила, вот композиция достаточно такая уравновешенная, ну, офисная, скажем так, поэтому я сочла, что вот когда заявитель у меня находится на приеме, ну, бывает же такое, что я там набираю заявление, да, и у них есть там свободная минута, то есть когда они не со мной общаются, а ждут, когда я им, то есть окажу услугу и выведу документ, то вот они могут полюбоваться, чем-то подумать, посмотря на эту композицию. Покажите ваше дело. Ну, пойдемте, пройдемте. Далья Николаевна, обычно к вам просто так сюда не зайдешь, поэтому ваш ремонт мы не видели, расскажите, что у вас изменилось? Ну, вот зря вы говорите, что к нам так просто не зайдешь, заходите в любое время, у нас даром 4 дня в неделю, это приемные дни для граждан, всегда двери открыты, ну, а действительно ремонт был, он был в конце 2017 года, и поэтому 2018 год мы прожили в отремонтированном помещении, более светлом, а светлым оно было потому, как у нас были полностью заменены светильники, особенно в фойе и коридорах. До этого они были очень мрачными, одинокими, сейчас это современные светильники светодиодные, которые дают много света, много простора, тем более, да, у нас было здесь деревянное такое панно, странная женщина и странная мужчина. Ну, оно было исторически когда-то востребовано, конечно, но сейчас мы, вот, сочи, нужно все-таки более расширить пространство за счет зеркал, сделать его более светлым, ну, и я думаю, что все-таки, когда в ожидании регистрации брака здесь находятся и гости, и молодые в красивом одеянии, в красивых нарядах, то им еще раз приятно себя увидеть в таких больших зеркалах. А старое панно куда дели? Ну, пока оно лежит у нас невостребованное, оно лежит, потому что, я думаю, может быть, кто-то захочет его разместить в каких-то фондах своих, не знаю, где, музеи или там, хотя мы предлагали его забрать в Центр дополнительного образования, ну, я не знаю, насколько оно востребовано, но оно пока хранится. Хорошо. А как изменился сам зал бракосочетания, покажете? Ну, зал, может быть, совсем не изменился кардинально, естественно, то есть косметически в нем был наведен порядок, то есть маленько поярче были выражены стены, более в теплых тонах. Конечно, это было, опять же, заменено освещение. Ну, кардинально и не изменилось, но чисто, уютно, я думаю, в нем оценили все, кто прошел через него в 2018 году. Ну, вот наш зал для проведения церемоний регистрации брака, торжественных церемоний по имя и наречению мы здесь обычно проводим. Это церемония не забыта? Нет, конечно, но у нас есть, она не так часто проходит, потому как все-таки молодые родители, ну, сами-то приходят регистрировать новорожденных, но чтобы прийти еще с ребенком, ну, это в основном мы проводим в летний период, когда все-таки погодные условия позволяют прийти с новорожденным ребенком и поучаствовать в церемонии имя и наречения. А что еще сохранилось вот из тех традиций, которые у вас были заложены на столетие ЗАГСа? Ну, мы продолжаем, конечно, экскурсии для старшеклассников, не так часто, но, тем не менее, два раза в год мы ее провели и в 2018 году. А что вы им показываете? Ну, мы показываем помещение ЗАГСа, потому что у нас действительно сюда же попадают уже более во взрослом состоянии, а все-таки ребятишкам интересно, что за такая организация, как отдел ЗАГС. Мы показываем рабочие кабинеты, мы показываем архивы, мы показываем залы, где проводим торжественные церемонии, конечно, им очень интересно. Мы рассказываем об истории создания органов ЗАГСа, это все-таки история нашей страны, я думаю, что... А истории создания костюмов даже, вот, новобрачных, то есть, как они менялись, то есть, у нас есть такая подборка, именно в фото, в материалах, я думаю, что им достаточно интересно. А вопросы какие они задают чаще всего Анталия Николаевна? Конечно, вопросы современные уже по регистрации актов гражданского состояния, то есть, и про заявление о заключении брака с какого возраста, вопросы о регистрации перемены имени, то есть, ну, то, что их интересует на сегодняшний момент. Ну, в каком возрасте все-таки молодые люди начинают задумываться о том, чтобы создать свою семью? Вот вы знаете, как показывает из практики общение с молодыми людьми, что вот как раз школьные годы, они вот еще, как бы, вот, может быть, это в преддверии первой влюбленности, да, у них такие вопросы возникают. Когда встречаешься со студентами уже, которые, наверное, может быть, попробовали какие-то первые отношения, да, свои, то там уже вопросов меньше. Может быть, они больше информированы, поэтому вопросов меньше. Хорошо. Расскажите о том, как часто сюда приходят пары, как часто проводится торжественная регистрация сейчас? Ну, торжественная регистрация заключения брака у нас проводится так два раза в неделю. Понятно, что количество пар у нас сейчас все-таки сокращается по регистрации актов гражданского состояния именно по заключению брака. Но мы это связываем, опять же, с тем, что сейчас востребованность этой регистрации стала меньше, потому как доля населения, та, которая должна вступать в первые браки, она уменьшается. То есть потенциально, кто вступает в первые браки, они из года в год их меньше становятся, вот этого возраста, да, там где-то 21-25 лет возрастной группы. Ну, я думаю, что такая тенденция еще продержится года 3-4, может быть, 5, но потом должна пойти в плюс. А почему Вы так думаете? Ну, потому что это как раз те потенциальные молодые люди, которые вот когда была у нас демографический спад рождаемости в 90-х годах, то есть им сейчас вот там 23-28 лет, они вступают в первые браки, их просто физически, то есть, да, мало этой доли населения. Я так понимаю, это зал, где уже стоят гости, они ждут новобрачных, а новобрачная, как правило, находится в это время вот за теми дверями, да? Да, когда приходит пара для регистрации заключения брака с гостями, то мы, как правило, молодоженов отводим в комнату, в малый зал мы ее так называем, чтобы они все-таки успокоились, потому что перед этим, как правило, были, наверное, бурные там встречи невесты с женихом, да, и то есть какие-то там, наверное, эмоции. Надо все равно перед торжественной регистрацией заключения брака нужно успокоиться, нужно взвешенно принять эту процедуру, все-таки нужно четко понимать то, что с ними сейчас происходит, и поэтому буквально на 5-10 минут мы придаем им время немного передохнуть в малом зале. Я предлагаю тоже пройти, посмотреть и передохнуть. Пойдемте посмотрим. Кто-нибудь когда-нибудь менял свое решение вот здесь, в этой комнате? Ну, на моей бытности нет. Не знаю, что было до этого, но тем не менее, я думаю, что все-таки решение принимается до момента перешагивания порога в отдел ЗАГС. Я всегда, когда смотрю на комнаты ЗАГСов, всегда какая-то строгая классика, вот такой строгий классический выдержанный стиль. Это так намеренно делается? Ну, вообще мы все-таки подразумеваем, что это же зал, там, малый, большой, ритуальный, как угодно, зал бракосочетания можно его назвать. И все-таки это, наверное, так вот исторически как-то сложилось, да, и я, конечно, мы далеки, наверное, от каких-то архитектурных канонов, но тем не менее, нам хочется, чтобы это был зал. Пусть это даже площадью вот такой небольшой, но тем не менее, все-таки торжественность церемонии подчеркивается самим помещением. Поэтому классические формы, как правило, вот именно в таких обрядовых залах они выдерживаются. В этом кабинете регистрируют детей и выдают свидетельство о рождении? Ну, давайте я уточню. В этом кабинете производят государственную регистрацию рождения, установление отцовства, усыновление и государственную регистрацию переменной имени. Это самый большой кабинет, рабочий кабинет отдела ЗАГС Скидемского района. Здесь у нас работает три специалиста. Поэтому здесь, наверное, да, самый большой прием по этому по государственной регистрации актов. Расскажите, что девушки наработали за 2018 год? Ну, если в целом говорить по тенденции по регистрации актов гражданского состояния, то она, конечно, немного снизилась по сравнению с 2018 годом. Но тем не менее, если мы просмотрим в разрезе рождения, то это, если в общем снизилась где-то на 7%, то в разрезе рождения именно по городу Искитиму это всего на 1,5% упала рождаемость. Ну, есть такая тенденция. Но, опять же, вот мы с вами ранее говорили о том, то, что сейчас ребятишки появляются в семьях, а количество в семьях все-таки у нас из года в год маленько уменьшается. Таня Николаевна, каких детей рождаются сейчас больше? Первых, вторых, третьих, четвертых или далее? Тенденция сохраняется уже на протяжении последних 5-6 лет. Это вторые дети появляются. Их большинство в семьях порядка 70% – это вторые дети. Ну, и, соответственно, потом идут первые и третьи. Ну, и также у нас есть и четвертые, и пятые, и шестые. Ну, там, конечно, это уже единичный случай, но, тем не менее, семьи с таким количеством детей есть. Обычно вы подводите итоги и называете самые популярные имена и самые редкие имена, которыми родители называют своих детей. А что удивило вас в 2018-м? Ну, я всегда говорю, что когда родители дают имя своему ребенку, они, наверное, хотят его как-то выделить в общей массе. Ну, есть любители традиционных имен, они остаются на протяжении многих лет. Это такие имена, как Иван, Андрей, Александр. То есть они сохраняют свою позицию в мужских популярных именах, так же, как, наверное, в популярных женских именах сохраняется имя Софья, Софья, Анастасия, Анна, Варвара, Полина. Но, тем не менее, есть редкие имена встречаются. Вот в 2018-м год нас, наверное, удивил такими мужскими именами, как Лучезар, Захар, Михей, Пересвет. А в женских именах вообще было очень интересно, когда родители изъявили желание назвать свою новорожденную девочку Ноэми, Смиральда, Властелина, Марьяна. Ну, что же, имеют право, есть такие женские имена, поэтому девочки были так наречены. А если ребенок вырастает, и ему не нравится по какой-то причине его имя, он может его поменять? Ну, есть разные формы изменений своего имени, тут в зависимости, сколько ребенку лет, ну, от разных жизненных ситуаций, скажем так. То есть есть такая возможность, поэтому я всегда призываю родителей, когда они выбирают свое имя, подумают все-таки, как же дальше он в дальнейшем жизни будет с этим именем жить. Но, тем не менее, если по каким-то причинам вырастает человек, и ему считается, что его имя неблагозвучно, неудобно ему, он всегда может осуществить государственную регистрацию перемены имени, придя в органы ЗАГС. А кого родилось больше в 2018 году? Мальчиков или девочек все-таки? Мальчиков родилось больше, ну, по численности где-то, наверное, чуть-чуть побольше, чем 50 человек. Поэтому 50 новорожденных, поэтому вот такая тенденция была в 2018 году. 50 в Искитиме? Да. Всего 50 детей? Нет, мальчиков родилось на 50 больше. А всего сколько тогда? Всего родилось по городу Искитима, по крайней мере, не родилось, а зарегистрировано рождение. Я всегда это уточняю, потому что мы фиксируем здесь, как говорится, акты гражданского состояния о рождении, потому что жители города Искитима могут зарегистрировать рождение не только же по местожительству, может быть, если ребенок родился в Новосибирске, Берске, там, не знаю, Черепаново, они могут и там зарегистрировать это рождение. Вы считаете, что там рождение? Да, конечно. Поэтому мы говорим, сейчас я хочу сделать уточнение о регистрации актов гражданского состояния по рождению. То есть у нами зарегистрировано по городу Искитим 604 записи о рождении. В этом кабинете молодые подают заявление на регистрацию и на расторжение брака? Да, здесь подают заявление на заключение брака, и сюда же приходят для регистрации расторжения брака. Поэтому здесь работают два специалиста, но процедуры такие, скажем так, противоречивые. Но, тем не менее, всегда можно посмотреть, как это происходит, практически одинаково. То есть потому что и браки здесь у нас бывают, расторгают по заявлению, когда приходят супруги, не имеющие несовершеннолетних детей, но имеющие взаимное желание на расторжение брака. Также такие браки расторгаются через органы ЗАГС. Они также здесь подают заявление. Расскажите немного о том, сколько пар у нас создалось в Искитиме в 2018 году. В 2018 году 370 пар зарегистрировали свой брак. Это именно по жителям города Искитима. Сразу скажу, что это количество по сравнению с 2017 годом уменьшилось. То есть тип регистрации, такой, как заключение брака, это самый, скажем так, кто пострадал, наверное, по количеству зарегистрированных записей, но в плане того, что уменьшился на целых 15%. Ну, тенденция она такая есть. Это больше, чем в 2017 было снижение? Да, да. В 2017 тоже было снижение? Да, было снижение, но там порядка 7,8%. А тут аж на 15%, да. Именно по городу Искитиму по-разному, наверное, можно рассматривать, в связи с чем это связано. Но, опять же, одна из причин, то, что доля населения это уменьшилась, то, что, может быть, сейчас все-таки какие-то испытывают трудности и живут в неофициальных отношениях молодые люди. Ну, разные причины, но, тем не менее, снижение есть. И значительное. Расскажите о том, кто чаще всего вступает в брак, какие пары сейчас создаются? Вы знаете, по-разному есть и первые браки, есть и повторные браки. Ну, сразу скажу, что все-таки первых браков больше. То есть из всех, вот, если взять за общую долю, там, да, количество браков, то есть все-таки из 367 браков 254 – это первые браки у нас были. А это то повторные уже браки. То есть все равно общая доля такая массовая – это первые браки. Но, тем не менее, повторные браки тоже есть. Ну, а в зрелом возрасте соединяются? Соединяются, и ограничений нет. Поэтому главное, чтобы люди были в хорошем здоровье, в светлом уме, да, то есть могли отвечать за свои действия. Поэтому никаких возрастных ограничений для заключения брака нет. Главное, что физическое состояние соответствовало. Есть какие-то особенности, которые вам хотелось бы отметить за 2018 год? Именно в парах? Ну, вы знаете, вообще, конечно, как говорится, все вроде как одинаковые, все молодые люди, которые подают, ну, и не только молодые, а вообще все пары, которые подают заявление на заключение брака – все-таки действительно это шаг, это осознанный шаг. Очень редко встречаются, наверное, когда какие-то споры возникают. Как правило, даже если вот бывает что-то несоответствие даты, например, или занято то время, которое планировала пара, но, тем не менее, всегда очень взвешенно, осознанно подходит к этому решению. Конечно, есть пары, которым нам приходится сокращать срок ожидания, который установлен в нашем законодательстве, да, после подачи заявления. По истечении месяца этот срок, но, тем не менее, есть у нас такие пары, которым мы идем на сокращение срока. Но это, как правило, пары, которые уже имеют несовершеннолетних детей совместных, ну, либо ожидают появления совместного ребенка. Здесь уже рассматривая интересы либо имеющегося ребенка, либо все-таки, которые появятся, мы идем на ту возможность, то есть она дана такая возможность, руководителю органа ЗАГС, и сокращаем сроки ожидания даты заключения брака. Есть такие ситуации, при которых сотрудник ЗАГСа, регистратор, может выйти за пределы ЗАГСа и зарегистрировать брак в другом месте? Ну да, есть такие законы, это тоже предусмотрено, потому как мы выезжаем, это у нас следственный изолятор, который находится у нас в районном поселке Линево, то есть если человек, который там находится, подает заявление на заключение брака, то есть понятно, что оно с другим супругом, который находится здесь, то есть мы выезжаем по согласованию с администрацией учреждения и по истечении месяца. И бывают такие случаи, что когда регистрация на дому, но это очень редкий случай, то есть практически, наверное, в моей практике таких случаев не было. Это ситуация все-таки, когда по какой-то болезни, когда человек неходячий, по какой-то болезни. Но, тем не менее, мы стараемся оказывать услуги все-таки здесь, в отделе ЗАГСа Скитимского района, поэтому... Ну, исключение возможно, и каждый случай нужно рассмотреть. Конечно, да. То есть законодательством такой случай предусмотрен. Таня Николаевна, чем 2018 год запомнился с точки зрения чего-то нового? Ну, да, действительно, 2018 год в целом для работы органов ЗАГС был насыщенный. Наш отдел ЗАГС не был исключения. И связано это было с тем, что внедрялся новый программный продукт «Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния». Это новшество было внедрено по всей Российской Федерации. И внедрено оно было с 1 октября 2018 года. Но вы как сами понимаете, что если это такая масштабная работа, то она, конечно, в преддверии велась и подготовительная очень большая работа. У нас в отделе мы буквально с начала 2018 года тоже начали к ним готовиться. В первую очередь нам было определить расстановку новых автоматизированных рабочих мест для всех специалистов, потому как все рабочие места у специалистов оснащались новым автоматизированным рабочим местом. Поэтому здесь была и по необходимости приобретена мебель, и расставлена, то есть организованы рабочие места так, чтобы это все можно было разместить и подключить. Все специалисты прошли обучение по этому, по работе в этом программном продукте. Проходили все тестирования. То есть работа действительно велась масштабная, планомерная, ответственная. Мы к этому всему подходили, мы понимали, насколько это все серьезно. И вот с 1 октября 2018 года всю регистрацию актов гражданского состояния отдела ЗАГСа из Китимского района, как и все прочие отделы ЗАГС, мы начали в Едином государственном реестре записи актов гражданского состояния. Сейчас мы в этом и работаем. То есть мы сейчас работаем, получается у нас два программных продукта. Это осталась региональная система, в которой мы до этого момента работали. И вот эта новая программа. Поэтому это, конечно, велась большая и подготовительная, как рассказала, работа, и потом освоение этого программного комплекса. Какие планы у Вас есть на 2019 год? 2019 год, ну, наша основная задача, это все-таки регистрация актов гражданского состояния и оказание юридически значимых действий, связанных с этим. Поэтому самое главное, чтобы все специалисты отдела ЗАГСа из Китимского района, сейчас много новшеств появилось в нормативной правовой базе. Поэтому сейчас наша основная задача, это в первую очередь регистрацию актов гражданского состояния вести с той нормативной правовой базы, которая существует, соблюдая все нормы и правила, не допускать никаких нарушений и оказывать услуги качественно, вовремя, чтобы наши заявители, которые обращаются в отдел ЗАГСа из Китимского района, были довольны теми услугами, которые мы им предоставляем. Я благодарю Вас за сегодняшнюю встречу, за экскурсию, которую Вы провели сегодня для нас. Дорогие друзья, мы были в гостях у начальника отдела ЗАГСа из Китимского района Натальи Николаевны Неустроевой. Все Вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok